Ищите что-нибудь скользкое? Многие думают, что улитки просто слизни с раковинами. Но это совершенно разные виды. Слизни не нуждаются в защитных оболочках, так как их внутренние органы находятся внутри слизистых тел. Они могут пролезать в самые труднодоступные места, и их часто можно найти под корой деревьев. В крошечных щелях, в библиотеках. Наверняка они готовятся к экзаменам. А улитки, наоборот, привязаны к своим раковинам, и без них просто не выживут. В отличие от крабов-отшельников, которые меняют свои панцири по мере роста, улитки рождаются с панцирем на спине. Детеныши улиток выглядят очаровательно с этими хрупкими полупрозрачными пузырьками, которые с возрастом становятся больше и жестче. Мило. Многие внутренние органы улиток тоже находятся в раковине, а это значит, что если ее раздавить или повредить, то улитка не выживет. Однако она может починить небольшие царапины и трещины в панцире с помощью белков и кальция, выделяемых ее мантией. Черепахи в этом отношении очень близки к улиткам. Вопреки распространенному мифу, они тоже не могут покинуть свой панцирь, ведь это неотъемлемая часть их тела. Несмотря на то, что рептилия может прятать голову и лапу внутри, чтобы защититься от хищников, ее скелет сросся с твердым панцирем. И так же, как скелет любого другого животного, он растет вместе с черепахой. Куалы питаются только листьями эвкалипта, которых насчитывается около 600 различных видов. Но куалам подходит только 30 из них, всего 5%. Чтобы приготовить еду для куалы, нужно найти особенный эвкалипт. А еще у куал много общего с домашними кошками. Они спят по 18-20 часов в сутки. Белые медведи вовсе не белые. Под мехом у них черная кожа. Белый цвет им нужен, чтобы маскироваться во время охоты. Черный цвет поглощает солнце лучше, чем любой другой, в то время как белый мех не задерживает солнечный свет. Лучи проходят прямо сквозь него. В каком-то смысле мех у белого медведя прозрачный. Многие думают, что кошки и собаки видят мир в черно-белом цвете. Но они просто не различают некоторые цвета. Никто не знает, как именно видят собаки. Возможно, они различают только синий и желтый цвет. Но они могут видеть оттенки других цветов лучше, чем люди. А кошки отлично видят ночью. Им нужно в семь раз меньше света, чем человеку, чтобы видеть в темноте. Считалось, что жирафы немые. Но недавно ученые обнаружили, что ночью они общаются друг с другом с помощью низкочастотных звуков. Днем они предупреждают друг друга об опасности очень необычным способом. Двигают хорошо развитыми бровями. Видимо, ночью бровей не видно, поэтому они начинают издавать звуки. Кстати, жирафы спят гораздо больше 30 минут в день. Но, вероятно, не так много, как мы. Их режим сна довольно типичен. Понаблюдав за стадом жирафов, исследователи обнаружили, что они спали ночью и немного дремали днем. В общей сложности каждый жираф спал около 5 часов в день. И, кстати, в английском языке стадо жирафов называется башня. Чайки могут пить соленую воду. У них возле глаз есть железы, которые выделяют соль. Эти железы очень быстро очищают воду. И соленый осадок выходит через ноздри. Да, получаются соленые сопли. Пингвины Адели – настоящие романтики. У них бывает только один партнер на всю жизнь. Чтобы создать семью, самец должен отдать самке гладкий камень. Что-то вроде обручального кольца. Однако самка-пингвина, как настоящая женщина, может не принять подарок. А вы знаете, что куры тоже умеют прыгать и летать? Кур одомашнили за 2000 лет до нашей эры. У них есть необходимые перья и мышцы, чтобы летать. Но они не делают этого уже много сотен лет. Однако, если дать им правильную мотивацию, они смогут взлететь. Если им покажется, что по другую сторону забора трава зеленее, они смогут прыгнуть на высоту до 180 сантиметров. Некоторые куры запрыгивают на деревья, чтобы устроить гнездо. Представьте себе дерево с парой куриц на нем. Выглядит забавно. Их мотивирует безопасность. Днем дерево защищает их от хищных птиц, а ночью превращается в укрытие от ветра, дождя и возможных нападений наземных хищников. И такое происходит не только в дикой природе. На фермах, где куры могут свободно передвигаться, тоже встречаются гнезда на деревьях. Некоторые хитрые птицы покидают курятник и переселяются на деревья. Многие владельцы ищут способы держать своих кур под контролем. Существует популярная поговорка «ты то, что ты ешь». Оказывается, наши кишки помогают делать нас счастливыми. Серотонин — это гормон хорошего настроения. Он также выступает нейромедиатором. Многие ассоциируют его с мозгом. Однако, что интересно, около 95% серотонина вырабатывается в нашем пищеварительном тракте. Люди часто используют слова «травы» и «специи» как взаимозаменяемые, но это разные приправы. Специи получают из любой части растения, например, корня, семян или коры. А травы — это обязательно листья. Обычно мы добавляем специи в пищу во время приготовления. Травы выделяют свой аромат быстрее, поэтому мы добавляем их в самом конце. Вам иногда кажется, что за вами кто-то наблюдает, а потом вы обнаруживаете, что это действительно так. Это ощущение, похожее на паучье чутье, называется обнаружением взгляда. Ваш мозг чувствует, когда кто-то на вас смотрит. Это своего рода защитный механизм. Прямой взгляд символизирует доминирование и потенциальную угрозу, и эволюция заставляет нас на него реагировать. Странно, но это работает только, когда человек смотрит прямо на вас. Если его взгляд отклоняется на несколько градусов влево или вправо, мозг перестает реагировать таким образом. Вы любите пересматривать любимые фильмы или слушать песни снова и снова? Вы не одиноки! Эта привычка помогает поддерживать психическое здоровье так, как разгружает мозг. В утомленном и подавленном состоянии вы хуже владеете собой и меньше мотивированы на выполнение трудных задач. Вы включаете первый сезон любимого сериала, потому что когда вы смотрите, слушаете или делаете что-то знакомое, вам не нужно прилагать усилия. Это хороший способ быстро перезагрузить мозг. А вот еще одно ощущение. Представьте, что вы наслаждаетесь закатом на смотровой площадке или на верхушке Эйфелевой башни. И тут ни с того ни с сего ваш внутренний голос шепчет, «А что если я прыгну?» Нет, это не ваша темная сторона, это просто некое чувство, которое появляется, когда вы находитесь на высоте. И у него есть название «Зов пустоты» или «Феномен высокого места». Это явление начали изучать довольно недавно, и совсем скоро мы узнаем о нем больше. Возможно, вам запомнилась игра Джима Керри в шоу Трумэна. А знаете ли вы, что иллюзия Трумэна действительно существует? Это отклонение относится к когнитивной нейропсихиатрии. Люди могут верить, что их снимают на камеру, и что отснятый материал будет транслироваться в развлекательных целях. Когда-то алюминий был дороже золота. Я знаю, в это трудно поверить, ведь сейчас мы заворачиваем в него бутерброды. Но в девятнадцатом веке алюминий был труднодоступным элементом, потому что его было сложно добывать, пока новаторы не придумали, как получать его в промышленных масштабах. Тогда царствование алюминия закончилось. Говорят, что у французского правителя Наполеона Третьего был алюминиевый набор столовых приборов для обедов с особыми гостями. А теперь поговорим о вечеринке путешественников во времени, состоявшейся в 2009 году. Физик-теоретик Стивен Хокинг пригласил путешественников во времени заглянуть на огонек и потусоваться. Был вывешен огромный баннер со словами «Добро пожаловать, путешественники во времени». Никто не пришел. Возможно, у путешественников были другие планы на этот вечер. Клянусь, я плачу не потому, что никто не пришел на вечеринку, я просто режу лук. Почему мы плачем, когда режем лук? Из-за особого фермента. А есть ли решение? В следующий раз возьмите влажное бумажное полотенце и положите его на разделочную доску рядом с луком. Кислота, выделяемая ферментом, направится на влажную бумагу, а не на ваши глаза. Пуговица на макушке вашей бейсболки нужна исключительно для эстетики. Кстати, в английском языке у этой детали есть название – сквотчо. А для нас это просто пуговица. Изначально она удерживала клинья бейсболки вместе, но со временем процесс производства усовершенствовали. Пуговица стала бесполезной, ее убрали. Но без нее кепки выглядели по-другому, и вскоре по многочисленным просьбам сквотчи вернули. Изначально туфли на высоком каблуке предназначались не для приемов и баллов. Раньше люди много ездили верхом, и делать это в обуви на плоской подошве было неудобно. Ноги постоянно выпадались с тремян. К X веку нашли способ решить эту проблему – высокие каблуки. С ними сцепление было гораздо лучше, и популярность этих туфель росла. Прошло совсем немного времени, и они стали модным аксессуаром, подходящим к стильным нарядам. Знатные люди не появлялись без них на публике. Ездить на лошади, в обуви, на каблуках было все равно, что владеть роскошным спортивным автомобилем. Вначале каблуки носили в основном мужчины, а дамы подхватили эту тенденцию в XVII веке. И она до сих пор актуальна. В Древнем Риме соль была настолько ценной, что люди называли ее белым золотом. В условиях палящей жары и отсутствия холодильников она помогала сохранять продукты питания, в основном мясо и рыбу. И в качестве бонуса делала все вкуснее. Соль также использовалась вместо денег для выплаты зарплаты, откуда и пошло слово «зарплата» в английском языке – salary. Рис – самый древний культивируемый продукт в истории человечества. 15 тысяч лет назад в Юго-Восточной Азии его начали выводить из дикой травы. В наши дни его регулярно едят 3,5 миллиарда человек по всему миру. Трудно представить себе мир без видеозвонков, для которых вы используете камеру телефона или ноутбука. Эта технология помогла внедрить такую замечательную инновацию, как работа из дома. Но первоначально ее создавали с совсем другой целью. Технологию внедрили, чтобы проверять, есть ли кофе в кофеварке. В 1993 году исследователям из Кембриджского университета надоело приходить на общую кухню и обнаруживать там пустую кофеварку. Они изобрели устройство, которое подключалось к камере и в реальном времени передавало на экран компьютера изображение кофеварки. Благодаря этим исследователям мы теперь можем работать в пижамах. Мы знаем о многих достижениях Альберта Эйнштейна, но кое-что, изобретенное им в соавторстве, осталось незамеченным. Вместе со своим студентом он изобрел модифицированный холодильник. Он не похож на те, которыми мы пользуемся сегодня. В 20-х годах прошлого века холодильники были небезопасны, так как выделяли ядовитые газы. Он хотел создать безопасную версию, которая бы не требовала электричества, не имела движущихся частей и работала только на источнике тепла. К сожалению, финансирования не хватило, и проект заглох. Позже, в 50-х, электрические холодильники стали популярными. Но в 2008 году инженеры из Оксфордского университета возродили эту идею. Когда работы будут закончены, холодильник Эйнштейн найдет применение в сельских районах, где нет электричества и у людей, которые хотят жить в автономном режиме. Раскладка QWERTY не облегчает работу. В 1870-х годах Кристофер Шоулс изобрел раскладку, которая обеспечивала вдвое более быстрый набор текста. Но из-за того, что часто используемые буквы располагались рядом друг с другом, печатные машинки постоянно заклинивало. Тогда он придумал QWERTY. Новая раскладка замедлила работу машинисток. Они дольше искали нужные клавиатуры и медленнее набирали текст указательными пальцами. Клавиатуры остаются такими по сей день. И люди во всем мире как-то приспособились к ним. Пластиковый наконечник шнурка называется эглет, и его придумали еще в Древнем Риме. Конечно, тогда еще не было пластика, поэтому эглеты делали из камня, стекла или металла. Особо богатые люди могли украшать свою обувь драгоценными металлами, такими как латунь или серебро. Что появилось первым? Телевизор или пульт дистанционного управления? Технология, за счет которой работает пульт, старше на несколько десятилетий. В 1898 году Никола Тесла создал аппарат для управления механическими устройствами с помощью радиоволн. Сначала он пытался продать идею устройства посредством лодок с дистанционным управлением, но потенциальные покупатели не заинтересовались. Он опередил свое время. Только в 1956 году пульты дистанционного управления стали использоваться в телевизорах. Инженер Перси Спенсер случайно изобрел нечто гениальное в 1945 году. Он работал над вакуумной трубкой «Магнетрон», которая использовалась в радарных системах. В процессе он обнаружил, что шоколад в его кармане растаял. Осознав нагревательный потенциал «Магнетрону», он проверил его на кукурузных зернах и получил попкорн. Затем он испытал его на яйцах и перепачкал все вокруг. Отмыв желток, он соорудил металлическую коробку для сохранения энергии внутри. Так появилась микроволновая печь. Как правило, в аэропорту вас просят достать ноутбук из рюкзака и положить его в отдельный лоток для прохождения досмотра. Ноутбуки плотные, рентген их не просвечивает. А значит, вы можете спрятать что-то опасное внутри. Сканеру проще уловить потенциальную угрозу, если ноутбук находится вне сумки и лежит в отдельном лотке. Обычно отправленные через службу iMessage сообщения синие. Но смотрите, это позеленело. Без паники, вас никто не заблокировал. Это лишь значит, что вы отправили обычное смс вместо iMessage. Сообщение iMessage можно отправлять только владельцам устройства Apple. В ином случае сообщение становится зеленым. Другой причиной того, что ваш телефон предпочел формат SMS, может быть отсутствие интернета. Сообщения iMessage идут через интернет, а SMS использует сотовый сигнал. В штекерах, которые вы вставляете в свои устройства, есть пластиковые колечки, разделяющие разные секции. Они называются колодки, и каждый из них выполняет свою функцию. У каждого штекера есть хотя бы одно кольцо, так как любой штекер должен быть поделен минимум на две секции. Одна служит для устранения помех, а другая – для передачи сигнала. Если, например, у ваших наушников одно кольцо и две секции, то у них монофоническое звучание. Они передают один и тот же звук обоим вашим ушам. Если колец два, а секции три, то одна из них – базовая, для устранения помех, а две другие служат для передачи стереозвука. Три кольца и четыре секции означают, что у вас полный набор – одна базовая колодка, две для подачи звука к каждому из ушей и последняя колодка для микрофона. Вы вряд ли это замечали, но все платежные карты, вне зависимости от банка или страны, одинакового размера. Первая в мире кредитка была выпущена в 1958 году Банком Америки. Позже был установлен международный стандарт, которому должны следовать все эмитенты мира. Данный стандарт диктует как пропорции, так и толщину карт. Свистки могут отлично работать даже без шариков внутри, и все же они там есть. Все потому, что шум, который создает свисток без шарика внутри, монотонный и недостаточно различимый. Когда вы дуете в свисток, шарик внутри начинает двигаться, создавая разные тона и делая звук более примечательным. Металлические заклепки были на джинсах с момента их изобретения. Джейкоб Дэвис, человек, создавший первую пару джинсов, добавил медные заклепки для прочности в те места, где штаны могли порваться. Сегодня же они носят декоративный характер, отличая классические джинсы от других брюк. Поверхность баскетбольного мяча покрыта пупырышками. Это точки трения. Важно, чтобы мяч не выскальзывал из рук игроков. Когда-то в баскетбол играли футбольным мячом. Пол был очень скользким, и играть было невозможно, так как спортсменам приходилось быть крайне осторожными, чтобы просто удерживать мяч на месте. Дизайн мяча переработали. Чем больше у объекта точек соприкосновения с поверхностью, тем больше сила трения и меньше вероятность соскользнуть. Вот как у мяча появились пупырышки. Отверстия на конце ручек сковородок нужны не только для того, чтобы их подвешивать. Туда можно вставить ложку во время приготовления еды. Она будет свисать прямо над сковородкой, и соус ничего не испачкает. Только не забудьте сначала стряхнуть соус или кусочки еды с ложки, чтобы они не стекли вниз по ручке. Вы разгружаете посудомойку. Вся посуда сухая, а вот пластиковые контейнеры сырые. Похоже, они никогда не высыхают. И это действительно так. Все дело в материале. Посуда медленно нагревается и остывает, поэтому остатки воды легко испаряются, и посуда высыхает. Когда вы достаете пластиковые контейнеры, они остывают слишком быстро. Контейнеры не успевают высохнуть, и влага остается на поверхности. Другой источник влаги – это перевернутые вверх дном кружки. Вы замечали, что на дне некоторых кружек есть вот такие желобки. По ним вода стекает с донышка кружки, когда та находится в посудомойке. Желобки предотвращают скапливание воды в посудомоечной машине. Взгляните на алюминиевую фольгу. Одна ее сторона всегда блестящая, а другая – тусклая. В процессе производства фольгу разглаживают валиками. Листы очень тонкие и легко рвутся, поэтому фольгу кладут в два слоя. Стороны, обращенные к валику, остаются блестящими, а те, что посередине, становятся тусклыми.